всем привет как слышно скажите нам ли все то никогда не знаешь что там вещаешь и насколько это все работает привет всем привет привет приветствую вас всех на этом странном стриме который я веду на котором я что-то что-то верстаю рад что вы сегодня проснулись ради этого ну или просто попали сюда надеюсь вам будет что-то интересное тоже шестой шестой у нас выпуск сегодня будем делать вот такую анимацию это достаточно старый же проект свое время нашумевший с крутыми анимахами вот такие животные которые перемещаются анимированные треугольники такая вот штука плюс не периодически спрашивают похожим образом же сделана анимация и на главной страничке моей команды ну тут просто не животное немножко другое вот сегодня расскажу как это сделать я даже надеюсь что мы сделаем это как минимум тремя разными вариантами но не будем сильно затягивать начнем ходить есть шаблон что-то у меня компьютер очень сильно напрягается из-за чего-то надеюсь закончится быстро там просто галп все тот же самый шаблончик приступим для сегодняшней работы нам понадобится иллюстратор даже photoshop не понадобится шаблончик чтобы шаблончик бла-бла отлично бла-бла работает эй привет привет пацаны да даже не знаю получается что наш запись смотрит больше чем живой стрим в итоге но я надеюсь что есть какая-то какая-то атмосфера того когда вы видите как я туплю вживую а не когда вы видите как я туплю в записи итак если смотреться в эти анимации все видно что они все состоят из треугольников и это и этот все объекты состоят из треугольничков это на самом деле как бы не просто так сложно было бы сделать чтобы это были не треугольник хотя тоже возможно так она разокроет от сайт она все у меня загрузила ком здесь вы насмотрелись на эту анимацию если нет можете зайти на реверкал просто посмотреть на нее сами я все позакрываешь она мне не грузила ком потому что у меня бум 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 двести шестьдесят пять процентов нифига себе хорошо что мне несколько процессоров так и так начнем с иллюстратора как бы очевидно чтобы анимировать треугольники нужно же их откуда-то взять как же это делается создаем новый камаз буду для простоты считать что у меня сегодня камаз 800 на 600 ну и как дань традициям когда-то если вы не знали сайта нужно было делать под разрешение 800 на 600 не так как сейчас сделайте мне 2500 пикселей шириной адаптив а по-нормальному так напишу просто джесс и даже больше нужно 182 да и какой нибудь день как пожирнее шрифт хочу просто выбрать даже и еще больше можно это все теперь можно отцентрировать напомню вам что мы работаем сейчас в иллюстраторе тут есть такой line который теперь по центру теперь какие-то заодно узнаете базу работ в иллюстраторе если кто не знал это сейчас текст это не кривые если сохраню это то у вас выгашки это будет просто текст мне это не подходит поэтому тут есть create outlines который просто создаст из текста видите кривые создал теперь но это все еще не похоже на треугольники правда вообще никак теперь меня здесь волнует то что здесь есть кривые хотя их только что создал на меня это уже волнует так вот очевидно что кривых треугольников не бывает поэтому нам нужно сделать прямые треугольники поэтому здесь есть такая штука объект ps есть simplify есть еще это n car point нам это это сейчас понадобится но simplify делает что он делает он просто выравнивает видите straight lines можно еще показать оригинал видно что они типа было так стало так тут по крайней мере это сделать четкий треугольный контур с которыми я смогу уже каким-то образом работать ну давайте же это и сделаем точек наверное достаточно для нашего теста пойдет вот привить он получился такой немного рубленый но на самом деле если будет желание можно добавить и больше точек мы сейчас просто будем делать такое может быть несколько упрощенную версию и так все еще не треугольники на теперь будет ручная триангуляция знаете есть в онлайн есть скрипты для триангуляции а есть ручная триангуляция сейчас скрипт для триангуляции имени меня сделает триангуляцию этого объекта хорошо что я не добавил сюда точек помню когда я разбивал такую штуку на для своего сайта там получилось около ста треугольников их было самое веселое времяпрепровождение то что я сейчас делаю я опорные точки просто соединяю линиями и пока что это не совсем еще треугольники на самом деле это просто свг объект поверх которого нарисованы линии то есть то что я сейчас делаю я рисую просто линии соединяя Соединяя точки С VG объекта Не переживайте, я не буду делать это Весь стрим сегодня Надеюсь, мы быстро это закончим Пождесят меня как-нибудь поддержать пока Знаете, кстати, если я ошибусь Хотя бы в одном месте, нам придется начать сначала Скорее всего это можно автоматизировать Но тут как раз проблема в том, что Если вы хотите, чтобы это было красиво То вам нужно вручную проконтролировать Ну, чтобы треугольники были красивые Потому что на самом деле можно взять скрип для триангуляции И разбить автоматически То есть там триангуляция Деланне И разные-разные варианты еще Но обычно они не очень красиво выглядят потом в итоге А так, как я делаю в принципе тоже Не очень красиво, но По крайней мере я чувствую власть Вот этой буквой S Ах, еще немного осталось Потерпите Ну да, барабанная дробь Есть Вот, теперь у меня получается, что это есть и свега контур Где там эти слои Да, и на самом деле у меня Как бы просто куча-куча линий, видите И где-то там внизу Где он там Просто объект сам, буква S Но теперь тут есть Pathfinder Я могу просто разрезать, получается Один контур другим контуром Что я и сделаю И получу в итоге Набор треугольничков Ну вот, если тут из них хотя бы один был четырехугольник То мы были бы обречены На то, чтобы я делал это еще раз Но Все круто Это все треугольники Да Теперь, если я это сохраню Это у меня, напомню Просто JS по центру 800 на 600 Я могу это сделать Save S На самом деле, можно было бы и скопипастить Но есть один нюанс Который я сейчас вам объясню Итак, да Теперь же, как же это вообще-то Можно эту верстку Ну окей, сделали мы Svg-шку Которая куча треугольников Теоретически, можно было бы Ее тоже Анимировать, да Ну это Анимировать Svg-шки Это Хотел сказать для девчонок Потому что один из главных евангелистов Svg-анимации Это Сара Суидан И она девочка Но, наверное Просто потому, что это часто обычно тормозит Для анимации мы будем использовать вот такое CSS-свойство Которое называется ClipPath Которое, в общем, практически везде поддерживается С недавних пор даже Firefox внезапно начал его поддерживать Хотя долгое время не поддерживал То есть, что оно по сути означает Мы передаем вместо ClipPath Полигон Которого три координаты Это вершины нашего полигона В данном случае треугольника И все, что он делает Он вырезает из объекта Которому задано это свойство Этот треугольник И, ну, давайте Потренируемся Сделаем div canvas Какой-нибудь Canvas И тут 3 T Come on T, да И давайте напишем маленький CSS Чтобы хоть что-то увидеть вообще И где там наша common Значит, canvas Пускай у нас будет position relative А вот этот T Это будет position absolute 800 на 600 И Ну, тоже 800 на 600 800 на 600 пикселей Задам ему какой-нибудь border Чтобы хоть было видно Вот он Это наш Холст На котором мы будем сегодня рисовать Так Это T И зададим ему ClipPath Ну, давайте зададим BGRS Бегра он сначала Красный Ну, вот он заполнил все, да Теперь зададим ClipPath Вот из него вырезался треугольник На самом деле На этом можно было бы уже и заканчивать стрим Но, постойте Я хоть что-нибудь интересное Я вам еще расскажу про это Таким образом Мы можем сделать из diva Треугольник Ну, и понятно Там можно менять координаты Оно будет меняться Bonus point Это если Менять координаты по ховеру, например Ну, предположим 10 Там-дам-дам-дам И Внезапно оказывается Что это можно анимировать Не делайте wall Но здесь можно Причем, видите, ховер, кстати, работает только на эту область Между прочим Что тоже Интересный факт Ну, вот На самом деле Мы уже что-то Что-то сделали Теперь у нас есть две такие Технологии Одна это SVG А вторая это вот эти клип-пассы Давайте же сохраним эту SVG Посмотрим, что там у нас Что вообще сохраняется в этих SVG Как у них вообще заглядывает Если мы вот JS На рабочий стол сохраним Окей И вот он JS SVG мой Открою его И здесь у меня вот такие полигоны Каждая из этих полигонов на самом деле Это, в общем-то, и есть все эти треугольнички На которые мы только что все это порезали Но внимательный читатель Зритель Обратите внимание, что эти полигоны Ну совсем не такие, какие нам нужны Тут клип-пасс и проценты А тут какие-то числа И вообще ничего не понятно Еще и пробелы тут какие-то лишние Это, понятное дело, можно сконвертировать То есть это координаты в таком SVG формате Вот это, к примеру, чтобы вы понимали Это координата по X По Y первой точке Это координата по X по Y второй точке И это три остальные точки Потому что так, оно не совсем тривиально Разделяется запятыми Именно те координаты, которые должны быть сгруппированы Что, в общем, немного странно Но это SVG Там странно, не только это Так Да, и это можно все сконвертировать Эти координаты указаны на самом деле Как бы Во viewport координатах Вот этих Они относительно вот этого viewport указываются И, соответственно, если мне нужны проценты То я должен их нормировать Интересный факт Что вот эти сайты С pieces in pieces И там еще какие-то тоже были с этой идеей И мой Они были сделаны с использованием Excel Ну, точнее, Google Sprite Sheet Я вам даже покажу этот исторический Excel Я его забукмаркил Когда я делал Я, на самом деле, тоже делал С помощью спрайтшита этого Делалось это так Это невероятно сейчас Регулярные выражения В Google Sprite Sheet Верстка на Excel Надо было так заглавить эту штуку Сейчас оно загрузится Да, так это выглядит Ты копипастишь Свои полигоны SVG-шные В эту строку Причем обязательно нужно в каждой ячейке Чтобы был новый полигон, да И потом начинается супер-пупер парсинг На Excel Тут, видите, даже польские еще названия Один поляк делал эту штуку Все, что она делает Она там сначала вырезает часть стринга Типа, почему она привязана к количеству символов Типа, отрезает там 3 символа слева 5 символов справа Делит, нормирует И в итоге, в итоге получает вот такое То есть то, что нам нужно в CSS То есть, по сути, такой себе конвертер Этих координат в те координаты Ну, конечно, это все очень забавно Смешно И весело Я надеюсь, вас тоже это веселит Если посмотреть там Где-то подальше есть регулярные выражения Типа, ну, короче Субститюты, длину считаются В общем, ужас-ужас Но это не совсем все круто работает Поэтому я себе просто написал на JavaScript Такой конвертер, который делает все то же самое Если кому-то понадобится, можете использовать Смело могу вам код дать На самом деле там 10 строчек JavaScript кода Все, что он делает Он берет вот эти полигоны Те самые SVG-шные И нормирует их по В данном случае 800 на 600 нормирование идет И просто генерирует мне в итоге Процентные координаты Координаты те же самые Только на языке уже Ну, в клиппасов, да И... В общем-то и все По сути это позволяет нам Конвертнуть вот эти Треугольнички Оф Вот эти треугольнички Конвертнуть в CSS Clippass Syntaxes Ну, давайте Попробуем это сделать Но нам понадобится еще третье Ох, надо это свернуть Третья составляющая Этой всей анимации Это тоже как это выводить То есть я же не буду Миллион раз писать сейчас Свои вот эти клиппасы Давайте для начала конвертнем Вот там видно будет Конвертим Копию пащу Вот получаю этот код Ну и я, конечно, хитрец Потому что я знаю, что я хочу Поэтому я уже, видите, сгенерирую такой код Который кончается запятой Каждая из этих То есть я генерирую полигон Который заканчивается запятой И в конце Точка запятая И прелесть этой всей конструкции Это то, что я могу это все засунуть Теперь в одну переменную У нас же есть препроцессоры Зачем нам напрягаться Единственный нюанс, что К сожалению Моему Node.sus Для этого не подходит То есть Ruby.sus Подходит А вот Node.sus нет Потому что он не поддерживает Мультилайн Задание массива Поэтому я свечнусь на SCSS синтакси В данном случае Прелесть этого шаблона Что ему наплевать SCSS или SAS Ты юзаешь Он будет работать Точно так же, как и раньше Я просто Сейчас Все это поменяю обратно Поставлю эти точки с запятой ужасные Которые я ненавижу Но ничего не сделаешь Ради красивой анимации Так, да Это вроде уже валидно Да, работает Теперь Я создам переменную JS И прям вот Вот так сделаю Ну пока в один файл На самом деле По-хорошему можно было бы В другой файл Получается, что переменная JS То у меня будет в SAS Типы данных Так называемый лист То есть через запятую Просто перечисленные Ну, короче, массив То, что называется массивом На самом деле Через запятую Перечисленные данные То есть я получаю Что в JS Объект У меня это Массив каких-то данных Ну и Давайте, чтобы я вас не утомлял Я вам признаю Что я Заранее сделал то же самое С написью CSS Штакан верхнем ее Чтобы я мне обводил Все эти точки Шестьдесят По-моему Шестьдесят Преугольников Даже сто Может быть Конвертную еще и это И сделаю вторую переменную Которую назову Кто угадает Как я ее назову Во Получилось, что у меня есть Две такие Переменные Ну пока Они у нас есть И есть И хорошо Но нам нужно их Каким-то образом отрендерить Лучше для этого Конечно использовать Какой-нибудь Миксин Но Как нам рендерить То есть мы тут рендерили Один треугольник Да А нам нужно Сто треугольников Что для этого нужно сделать Ну Очевидно Для этого нужно Сделать сто дивов И это мы и сделаем Забыл как На чаках делают циклы На чакс Луп Ламбар Какой-нибудь там Лупбейн Текер вэлю Не первый раз Я это гуглю Похоже И тут где-нибудь Снимаем просто код Сгенерирую себе Сто дивов Див Класс П Пускай они все У меня будут Пронумерованы Сто дивов И InRange InForge Должно работать Да Вот Низинерировала Сто эти дивов От нуля Правда Сделают единички Почему так будет красивее От единички до 100 Все Круто Сто дивов Так надо Чтобы было сто Да Теперь ровно сто Вот И теперь нам нужно Каким-то образом В другом цикле уже В сасе Расставить этим Сто дивам Все наши Вот эти вот Клиппасы Да Как же мы это сделаем Ну нам нужно В цикле Цикл причем будет у нас От нуля От единички до 100 Нужно в цикле По всему этому пройтись Сделаем такой MixinRender Рендер Который будет принимать В себя Переменную Opt И вот здесь Нам нужен цикл Как там эти циклы делаются Я тут себе написал Шпаргалку Не забыть Forge И From Thru Забываю все время Как в сасе С циклу делают 100 Да И теперь Мы можем ссылаться На эти переменные Когда мы в цикле Их проходим Мы можем на них ссылаться Чтобы взять эту штуку Нам по сути Нужно будет Что P И Мы будем стилизовать На каждом шаге Наш селектор С нужным номером И мы должны будем Задать вот этот Самый клиппас Только в качестве Полигона Нам нужно будет Задать Парампампам Энс Обжи По-моему По-моему Это так делается Что-то пошло не так Начались Эти ошибочки Полезли Слово Сру Неправильно написал Что он там Экспект Фигурную скобочку Да Это же Миксин Это же Это чертов ССС Фух Давайте посмотрим Что нам Что-то выводит Вообще В CSS Эта штука Ну Ничего не должно Вводить Потому что Мы ее не вызываем Даже Но давайте же Вызовем его Например Теперь этот Рендер Include Рендер И Передадим туда Какой-нибудь Наш Джайсик Так Что-то 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 Не так Index Of Bounds Это знаете Почему происходит Потому что Мы сделали цикл До 100 Давайте сделаем Пока там До 50 20 А мы это Пофиксим Во Выводит Видите Все эти полигоны Накакала нам CSS Синдексис Наш Фух Так Хухик Нам же нужно Защититься Про это Совсем забыл Ведем 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 Одну Переменную Назовем Центр И она Будет Полигоном Несуществующим Полигоном Ну или Давайте так Void Этот полигон Будет просто 50% 50% Просто в центр Экрана Входить 50% 50% Дело в том Что Я Дивов Сделал 50% А точек Этих У меня Точнее Треугольничков Этих У меня Гораздо Меньше Чем 50% Из этого Получается Что Оно Не хватает Ему Нам нужно Сделать Проверочку Еще Здесь Что Если Этот i Выходит За пределы Длины Этого Обша То Тогда Что-то Сделать Но 100 Я должен Оставить Потому Что У меня 100 Дивов Как Там Это Делается Эта Проверка If Это Не нужно Все Запоминать Я Себе Записал Просто Чтобы Не забыть Как Это Делается Не Утомлять Вас Гуглением Больше Либо Равно Чем i То Тогда Что-то Там Else Что-то Там Причем Наверное Лучше Завернем Это Так И Если Length Больше Так Так Тут Center Просто Делаем Center Undefined Variable Center А я Назвал ее Void Void Out Of Bounds Наверное Наоборот Нужно Сделать Это Пример Кажем Наоборот Во Ну так В принципе Я и программирую Наугад Что-то не понабираешь Только заработало Значит Молодец Во Теперь гораздо больше Потому что Их стало 100 И видите Тут CSS Он просто Упорядочил Все остальные Он через запятую Выписал Которые Void Те, которые Одинаковые Селекторы То есть у меня Не очень большой CSS Пока что Но Уже весело Теперь Чтобы это все Увидеть Нам же нужно Каким-то образом У нас есть Canvas И внутри него Все эти блоки Которые Дивчики Давайте Их сделаем 600 пикселей Ground Red 0 0 Так Так Вроде бы Все Я сделал О Получилось Тут видно Эти маленькие Огранички Видите Видно Что у нас происходит У нас есть 100 дивов Из каждого дива Вырезается Треугольничек То есть Каждый из этих дивов Занимает полный Canvas Но из каждого Clippass Вырезается ровно Нужный нам Треугольничек Вот например Конкретно из этого Видите 42 Вырезается Какой-то с такими Координатами Треугольничек То есть мы по сути Экспортировали Нашу высокую картинку В термины Clippass И вот они у нас Уже Получились Можно их поудалять Чтобы увидеть Видите Тынь Тынь Причем они Как-то случайным Образом перетасованы Видите Можно сделать Все такие интересные Штуки И как бы Напрашивается Теперь что нужно Это все Заанимировать Да Я гляну Может что-то вы Может Меня вообще не слышно Надо Писание стрима Делать будем Да Но я же писал Что будем треугольнички Оживлять Вчера еще в твиттере Окей Ничего вы не пишите Вы завтыкали В то как я что-то пишу Да Ну и ладно Да Сделали мы эту штуку Но как же сделать Те реанимацию Вот мне нравится Что этот переход От Как бы От того что мы Только что сделали К анимации Он на самом деле Очень прям Вообще примитивный То есть по дефолту К примеру Мы сделали Include render То есть мы по сути Отрендерили Наш JS объект Да Но у нас если вы помните Есть еще CSS объект То есть можно Что трендерить Еще и его Как это сделать То есть предположим На body Задастся класс Какой-нибудь Не знаю CSS к примеру И Когда этот класс задан Я просто сделаю Render CSS Да и кстати Если вы Помните У нас там был Transition еще На вот эти все Блочки Это я кстати уберу Это было Для education А чисто Transition Сделаю All Прям Linear Все вы помните Что мы можем Анимировать эти треугольнички Этот клип Ас анимируется И теперь У нас есть Вот такая странная Конструкция Как для CSS Да Render CSS Который что-то Рендерит Но тем не менее JavaScript Давайте просто Задавать Какой-нибудь Класс Body Он Самый сложный JavaScript Самый важный Нужно на хутей Какой-то Повесить Вообще Это работает Все Да И тут Мы сделаем Самую сложную Логику Которая только Может быть CSS Ну давайте Люблю вот эти Префиксы Они как-то Делаются Немного проще Из CSS Ну и теперь Я не знаю Можно затаить Дыхание Скрестить пальцы И возможно У нас получится Магия Да Магия получилась Правда что ты CSS Где-то Выщербил свой Но тем не менее Бам-бам В общем можно сделать Жж Теперь Усложним Наш JavaScript Радикально Теперь у нас Бам-бам-бам-бам-бам Можно сделать это Медленнее Потому что Так слишком быстро Не успеваешь Насладиться Этой анимацией Это первое Там Уже круче Да Второе Добавим Какой-нибудь Тизинг Что слишком Она плоско Смотрится Давай Давай Вот этот Мне нравится Пах Вместо этого Линейного Скучного Занудного Смотрим Что получится Уже получило Что-то Интересное Блин Как же Где я потерял То А Может быть Когда Купи-пастил Все Испортил Просто Юра Ты все Испортил Может я здесь Случайно Удалил Что-то Не Не Может Ж Быть Да Ёлки-палки Что же Стало Что же С нами Стало Ну ладно Не будем Перфекционистами Занудами Я думаю Вы верите Что Санимировать Эти треугольники Не намного Сажнее Чем Все Что Мы Уже Сделали Да Круто Получилось Но все Еще Все Еще Не Совсем То И Добавим Еще Больше Логики В наш Саз Да В наш Функцию Рендер Мы Можем Еще Добавить Transition Delay И Пускай Он Будет Random 500 Плюс Миллисекунды Мажется Так Что Это Пишется Но Наверное Он Не Сработает Так Пусть Точка Запятой Чертов Саз Научил Меня Плохому Но Наверное Не Сработает Потому Что Потому Что Он Перебивать Будет Да Так Наверное Смотрите Что У меня Все Поломалось Я Только Добавил Transition Delay Самая Интересная Часть Стрима Я Туплю Random 500 Не Сгенерирую Число От 0 До 500 Миллисекунд Important Так Работает Хм Ну Самое Время Посмотреть Чатик Сделать Вид Что Я Хочу Прочитать Что Вы Там Пишите Кинь Свой Твиттер Звучит Очень Эротично Я Девушкам Такое На первом Свидании Не Говорю Точняк Иван Спасибо Большое Боже Это Тупняк Просто Тупняк Века Ну Это Кстати В общем Показательно Потому Что Чем Больше Логики Ты Засовываешь Такие Странные Не Зна Как Вам Немного Ужасные Конструкции Какие-то Эти Форы Которые В САСе Были Придуманы Что Вот Они Именно Такие Какие-то Ифы То Тем Больше Вероятность Ошибиться Посмотрим Что Получится Теперь Когда Есть Дилей Оно Типа Уже Такое Марбл Получился Круто Еще Прикольно Например Затать Им Бэкграунд РГБА Например 0FF Кажется Такой Красивый Должен Цвет Сейчас узнаем И тут Рандом 10 На 10 По сути Будет означать Что у нас будет Рандомный цвет С прозрачностью От 0 до 10 Для каждого Из тревогонечков От 0 до 1 Я их Нармирую Видимо 10 По идее Должно Получиться Круто О Видишь Блин Как это Вот это Наверное Даже круще Этот Лайбри лоуд Эффект Наверное Даже круче Чем Вся наша Анимация Смотрите Божественно Это всего лишь Немного ЦС И одна Строчка Для Джаваскрипта Во И теперь Получается Уже Такая Пам Да Он там Перебивает Где-то Цвет Красный Затом Если мы Уберем Ну вот Он будет Оставаться Такая Тыщ Тыщ Не слишком Контрастный Он просто Да Ну уже Крутота Получилась Но это Еще не Все Что я Хотел Сегодня Вам Показать Это Как бы Легкотня Вот так Лучше Круто Правда На самом Деле В принципе В эту Тему Можно Уже Надолго Залипнуть А и Кстати Это Обещанные CSS InJS Literally Буквально CSS InJS CSS InJS И С другой стороны Можно сказать Что у нас тут EJS InJS В каком-то смысле Потому что Логика Вся Анимации По сути Рендер У нас Происходит Прямо Здесь Ну и Вы понимаете Что можно Таких Объектов Добавить Еще Десяток И Просто Переключая Классы Вы По сути Будете Делать Вот такую Забавную Анимацию А в основе Всего Лишь Clip С С С С Сейчас Перейдем Ко второй Части Надеюсь Тоже Будет Прикольно Повторим Эту Анимацию Только На другой Технологии Долгое Время Эта Технология Кстати Не работала В Firefox Почему-то Firefox Считал Что Полигоны Не могут Быть Указаны В процентах Координатах Только Внешние SVG С 53 Версии По-моему Если Не Ошибаюсь Они Уже Реализовали Это Теперь Это В Firefox Должно Работать Я Вам Если кому-то Интересно Расскажу Как Называется Самоконвертирование Ну Я просто Конвертирую SVG Координаты В Эти Как его В проценты По сути Там происходит Нормирование Я могу Даже Где-то Где-то Есть Код Тут Что-то Такое Я там Парсю Нормирую Говнокод Сделал За 20 минут Но зато Оно работает Видите Они там Генерируют Полигоны Парсит Их Тут Регулярки Даже Есть Регулярные Выражения Уф Класс Короче Если вам Надо будет Я вам Я в ссылках Стриму Все это Закину Репозиторий Это Все будет И Так или Иначе Все это Записывается На Видео Поэтому Даже Если Вы Увидели Что-то И Вы Сможете Увидеть Это Еще раз Хотя Бо В Не К сожалению Настолько Мне просто Надо было Я знал Что я Средактирую Сам В Иллюстраторе Я знал Что я Могу Сам Это Все Трансформировать И Бот Да Без проблем Как вы Видели Прошлые Стримы Там Миллион Ссылок В описании И Все что Было Можно Будет Там Найти В крайнем случае Можете В комментах Спросить Теперь Придем Ко Второй Часть Хочу Эту Анимацию Теперь Сделать На канвасе Посмотрим Насколько Это Может Быть Сложно Или Просто И Будет Больше Или Меньше Кода Специально Для Этого Я Сделал Гениальную Просто От Создателей SVG2 Percent Я Сделал SVG2 JSON На самом Деле Это Нифига Не JSON Но Вот Это Просто Джаваскриптовый Массив То есть Что Она Делает Ну В общем То же Самое Только Она Переводит Это В Джаваскриптовый Формат То есть По сути Вместо Каждого Полигона Вместо Каждой Точки Треугольника Я Генерирую Ну Элемент Массива Тут Даже Это Даже Проще Логика Можно Увидеть Прям Прямую Связь Прям Очень Сложное Превращение Если Вы Смотритесь Вы Поймете Можете Зайти по Этой ссылке Она Не сильно Сложная Могли Успеть Ее Даже Запомнить Попробовать Я хочу Анимировать Канвас Но для этого Мне как минимум Нужно Создать Канвас Логично Витс Восемьсот Витс Шестьсот Айди Канва Сик Должна быть Какая-то Милота И Парам Пам Парам Пам Что дальше Что дальше Чего бы Лучше Начать Ну Создадим Чего Скриптовый Файл Тогда New File Canvas JS Пускай Он Там Этот Canvas Я не знаю Импортится В наш Супер Сложный Canvas В Canvas И пускай Просто Будет Что Unexpected Так Просто Function Которая Canvas Которая Сама Вызывается Не будем Эти Пендриваться Которая Выдает Alert Нет Пускай Что-то Пошло не так Что все-таки Export Default Делать Так просто Хочешь Самовызывающуюся Функцию И Что-то Пошло не так Как всегда Ну да Начинается Сассовский Синтаксис Теперь Полез уже И в JavaScript Да У нас Выдается Алерт Я даже Задам Очень Очень Сложные Гениальные Стили Сейчас На Canvas Чтобы мы Его могли Видеть Canvas Border Один пиксель Томейта На одном из Стримов Кто-то Нам подсказал Этот Стиль У нас есть Два Canvas Один CSS Который Все еще Переключает Наши Штуки Второй JS Посмотрим Как же Мы это Сможем Все Заанимировать Во-первых Ну давайте Экспортнем Эти два Объекта Только Теперь Уже В JavaScript Синтаксисе Нам туда Так У меня есть JS Копипастинг Получаем Массив Назовем его Угадайте Как Все Начинается Уже путаница JS CSS Var JS Равно Бам Просто Массив По-хорошему Опять же Можно это Экспортнуть Из отдельного Файлика Пока Делаем Пруху в конце И Теперь Пока не будем CSS Захлонлять Эту штуку Это по сути Просто Просто Массив Из точек Причем Видите Они идут подряд Хотя они разбиты На строки Якобы Но по сути Никакой связи Между треугольниками В данном случае Нету Это просто Набор точек Только я В голове Моей Есть связь Что это Первая вершина Вторая вершина Третья вершина Треугольника Карта И теперь Вспомним Как рисовать Треугольники На канвасе Draw Canvas Draw Triangles О Что находится Не бог Что Что Не Писать Заново Это Все Просто Давайте Для начала Нарисуем Хоть что Неверше Поверить В свои силы Я люблю Двигаться Маленькими Шашками Canva Sig Context Context Begin Pass 100 100 300 Close Pass Ну короче Типа Вот оно Должно Что Нам Нарисовать По идее Что-то Пошло Не так Что-то Пошло Не так Что Он Там Рыгнулся Ну да Опять же Начинается Этот С С Во Изменилировал Нам Этот Треугольник Ну Чтоб Он Был Красивее Давайте Сделаем Его Тарам Там Там На самом Деле Вроде Как Несложные Вещи Но Не Хочется Чтобы Людей Это Вдохновляло Сделал Просто Однопиксельную Граничку Чтобы У вас Это Не так Сложно Что Это Можно Пробовать Что Появилось Больше Какого Нибудь Интересного Арта Что Нибудь Что Можно Рисовать Кихи Крутых Анимаций Не обязательно Даже Коммерческих Просто Ради Фана Да Ну Зачем Нам Один Треугольник Если У нас Есть Их Миллион Да Поэтому Давайте Сделаем Это Фанкшн Рендер Какой Нибудь Опять же Это Такая Аллюзия На то Что Было Только Что В Сассе Да Он Будет Просто Рендерить Что Либо Да В State Мы Будем Передавать И Вызовем Его Сразу Только Вызовем Его Для Переменной JS Например Да Рендер JS Мы Хотим Рендерить Вот Такой Вот State И Так Коммерчес Элемент Коммерчес По По сути В Рендере Мы Должны Будем В цикле Пройтись По Этому Массиву Но Этот Массив Это У нас По сути Такая Группировка Из Массива По Шесть Элементов Как Я уже Сказал Сделаем For Какой Нибудь От Нуля Чилибо Равно 100 Плюс Плюс И Вставим Сюда Этот Наш Рендер Да Но Только Не Совсем Такой Каждый Раз Мы Будем Начинать Begin Context Кстати Да Context Move To Вот Эти Move To Это По Сути По Сути По Сути По Сути Давайте Пока Не до 100 Сделаем 10 Мы Должны Будем Брать На Каждом Шаге И Своить И Плюс 6 Например Да Тогда Здесь Мы Возьмем State И Вершина Это State И Плюс 1 Плюс 2 Плюс 3 Плюс 4 Плюс 5 На Нулевом Шаге Возьмем Нулевой Элемент Массива Первый Второй Третий Первые Шесть Короче Мы Возьмем На Каждом Шаге И Так Далее Будем Брать Первые Шесть То есть По О Кстати Да Внезапно Оно Уже Получилось Блин Я думал Нам нужно Больше Кода Для того Чтобы Это Вышло То есть По сути Наша Функция Рендер Сейчас Пробегает И На Каждом Шаге Нас Генерирует По Каждой Такой Строчке Строит Треугольничек Begin Path Первая Вторая Третья Точка Close Path Провести Линию Закрасить Все Причем Это Можно Было Даже Один Раз Где-то Вверху Задать По Идея Stroke Style Где-нибудь Здесь Context Stroke Style Context Field Style Да Шаге Общий Для всех Треугольничков И Эту Штуку Рендер Но Эту Штуку А А Как Анимировать Массивы Возникает Законный Вопрос В этом Нам Поможет Green Sok Внезапно Введем Же Его Green Sok Сейчас Покажу Такой Трюк Который Мало Кто Знает Не Только Лишь Все Знают Этот Трюк И Уже Красота Получается Одно И Тоже Одна И Тоже Идея Находит Отражение В разных Медиумах Это То Что Я Идея Ты можешь Ее Рисовать Хочешь Клиппасом Хочешь Канвасом Хочешь На WebGL Так CSS Нам Нужно Еще CSS Объект Сделаем Cheating CSS Copy Pasting Super Magic Coding Coding Главное Не переплатить Как переменные В JavaScript Сдаются Равно Все Не ошибся Все Есть CSS Прямо Реально CSS И JS Согласитесь Я Никого Не обманул CSS JS То есть У нас Есть два Например Если я Сделаю Теперь Рендер CSS CSS То я Увижу CSS Логично Кстати Тут Почему-то Все Отобразилось Странненько Аааа Я Кажется Понял Там Наверное Больше Чем 100 Там Наверное 102 Типа Это Был Последние Два Треувольника Были Здесь Как Раз Да Стопудняк Ну Давайте Сделаем Тут 103 Дива У меня Уже 103 Осталось Еще В Сассе Сделать Т3 Блин Я Так Во Все Теперь Маджик Случился Блин Неужели Тут 100 Треугольников Так Сразу И не скажешь Ну Да Кстати Внимательные Люди Заметили Уже Что Треугольников Разное Количество На самом Деле В каждом И для Этого Мне Понадобился Этот Переменный Center Или Void Я ее Назвал Которая Просто В центр Уводит Если Присмотреться Вот Сейчас В центр Обратите Внимание Видите Они такие Чикс Там Где Мышка Они Улетают Просто В центр Те Которые Лишние Когда Мы Превышаем У нас Нет Для них Точных Координат Для Следующего Объекта Они Просто Улетают В центр Но Это На самом деле Практически Незаметно Если Заморочиться Можно Конечно Сделать Объекты С Одинаковым Количеством Треугольников Тогда Будет Прям Полная Магия Они Прям Будут Просто Тасоваться На Экране И Превращаться Один Другой Ну А Так Вот Так Вот Маленький Видите Немножко Они Улетают В центр Но Даже В центр Они Улетают Забавно Можно Прям Зазумиться Вот Вот Давайте Сделаем Теперь Рендер В Канвасе Наконец Покажу Вам Сейчас Связь Импорт Давайте Сначала Такое Установим Мо Moving Triangles Yarn Add Sub Blue Green Sock Time On Max From Sub Импорт Нули Даже Ничего Не Ругнулось Теперь 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 Let По клику Это будет Происходить Сюда Повесим Еще Один Хендлер На Body О Боже Ваша Верстка Вообще Не Оптимизирована Все Тормозит Два Клик Хендлера Alert Canvas C Щ Че Нет Все Поломалось Что я Сделал Не так Что я Снова Сделал Где-то Какой-то Очевидный Тут Няк Опять Что А Ню-ню Ню-ню Хорошая Шутка Canvas Еще работает Во То есть Этот Event Работает Ну Этот Продолжает Там Колбаситься Внизу Все Это Время Но Ладно Что У нас Заработал Event Hender Да Теперь По этому Event Хендлеру Я Ну Могу Например Просто Вызывать Render JS В данном Случае Но Анимации Не произойдет Как вы Понимаете Оно Просто Бам Причем Видите Оно Даже Оставляет Старый Объект Рендер Вокруг Чтобы Этого Не было Просто В Render Вставим Context Clear Rect 0 0 800 600 Проверим Есть ли это Да Ну то есть Оно Вот Просто Но мы же Хотим Мы же Не так Не такие Мы простые У нас Есть TL И мы Хотим По хорошему Хотели Сделать Как В GreenSocket Делается TL Из одного Массива В другой То есть Если бы Мы просто Могли Анимировать Массивы Один Массив В другой То Это Для нас Наверное Решило бы Проблему Но Первая Проблема Которая Возникает С массивами Это Что Они Разной Длины То есть В этом Массиве Видите 158 Строчек 100 Строчек 100 Треугольников Здесь 55 В два Раза Меньше То есть Такая Как у нас В SASE Была Проблема Нам Нужен Какой-то Void Чтобы Заполнить Для этого Хорошо Подходит Функция Которая Знаете Бывает Zero Pad А есть Array Pad Я Тоже Ее Себе Записал Потому Что Иногда Такое Нужно Чтобы Выровнять Массивы Чтобы Все Массивы Были Одинаковой Длины Выглядит Это Так Все Можете Брать Просто Чтобы Я не Игрался С Этими Комбинацией Этих Array Синтакси С этого Просто Зададим Сюда Лапша Код Красота Pad Array По сути Pad Array Что Мы передаем Array Длина До которой Мы хотим Доравнять Всех И Fill Чем Заполнить Эти Array То есть К примеру Сделаем Log JS CSS А потом Сделаем JS Присвоить Pad Array JS Длина 102 Да Шипа Всех Выровнять Fill 300 300 Потому Что Это Уже Пиксельные Координаты На самом деле И 300 Примерно По центру Будет И CSS Сделаем То же Самое CSS Pad Сначением 300 И Сделаем Console.log Этих же Двух Массивов После того Как мы сделали Эту трансформацию Пайдарей Посмотрим Что Будет Что Там Поломалось Я не знаю Но Нас Интересует В данном Случай Консоль То есть Было 312 612 Стало 102 102 102 Ну вот Я ошибся Потому Что У меня Массив Это Все эти Числа То есть Мне нужно Равнять Умноженное На 6 Тын Тын Умножить На 6 Теперь Видите Было 312 612 Стало 612 612 Ну и Причем В конце Там Просто Заполнен Вот Этими 300 300 300 300 300 Видите То есть Просто Выравниваются Массивы Теперь Дело На самом деле За одним Маленьким Шажком Мало Кто Знает Что Гринсоком Можно Анимировать Массив В массив На самом Матоделе И делается Это Вот Прям Настолько Просто Что Даже Стыдно Сейчас Я могу Тут Немного Запутаться Но Так Мы будем Это Делать По Рендеру По Клику На Бадди Мы Сделаем TL To Будем Анимировать Какой-то State Например Причем Давайте Сделаем Типа Не знаю Super State И Var Super State Начальный Пускай у нас Равен CSS Да И Пускай он сначала И рендерится Этот Super State Что там Пошло уже не так 181 Ну да Сейчас Сейчас я пофиксю Все Подожди JavaScript Не спеши И Знаете Что прикольно Что можно написать Просто Super State В JS Это вот На самом деле Нетривиально Хотя Когда ты понимаешь Что так можно Это как Я всегда знал Что так можно Я так всю жизнь Делал Но Для меня Это было Нечто Конечно От Out Out of the box Такое И Причем Что нам еще Там не хватает Он Update Нам же нужно Это все Рендерить Каким-то Образом Это JS Как бы Это анимация Анимации Она нам Санимирует Сейчас Сейчас я покажу Кстати Но ничего не происходит Потому что Рендера Нету Она Реанимируется Но у нас Получается Разделено Рендер От Самих Дамок Это кстати Очень хороший подход Разделять Дамы От того Что их рисует Так Так Что я хотел Я хотел сделать JS On Update Вы знаете Что В Gsapi Вот здесь Задается еще Функция OnUpdate Которая Исполняется В каждом Этом Штуке То есть Тут На самом Деле Объект То есть Почему Так Можно Делать Потому что Массивы В Джаваскрипте Это Тоже Объект Я надеюсь Я не сказал Какую-нибудь Глупость Потому что С Джаваскриптом Очень Большая Вероятность Сказать Какую-нибудь Глупость Ну Короче Это возможно Но нам нужно Задать Вот этот Update Для этого Джесса Хотя Джесса На самом Деле Это у нас Массив То есть Но он же И объект Ну и Круто Короче Function И Здесь Просто Сделаем Log Я не знаю Джесс 0 То есть У нас Что происходит Superstate Джесс То есть Superstate Это у нас CSS Который Якобы Анимируется В Джесс И По идее Это должно Быть Плавное Если Он Update Функция Будет Исполняться Оно Должно Мне Вывести Про Плавное Изменение Координаты 0 Вот Этого Superstate Давайте Посмотрим Что Он Выведет Вот Оно У нас И Вывело Magic Случился Просто Оно Стереометра 24 Блин Может Быть Не Джесса Нужно А Superstate Да Потому что Джесса Мы не Меняем Джесс Мы Используем Как Переменную Которой Мы Анимируем А вот Эти Superstate Сделать Давайте Посмотрим Прав ли Я Да Я Прав Видите То есть Мы Вывели Просто На Переменную На Каждом Request Animation Frame Будет Просто Отрисовываться Давайте Посмотрим Что У нас Получится Получилось То Что Мы Хотели Ну Видно Что Конечно Буква С Уезжает Последние Бам Уехали Треугольнички По Хорошему Чтобы Анимация Чтобы Такой Прием Работал Круто Было Хорошо Чтобы Одинаковое Количество Треугольников Ну Хотя Б Плюс Минус Одинаковое Здесь Получается Еще И Джейс У меня Такой Простой 50 Треугольников Против 100 Но Когда Объектов Одинаковое Количество Получается Очень Круто Ну Или Можно Анимацию Просто Быстрее Сделать Чтобы Никто Не успел Заметить 0.5 То есть Вот Я Хочу Большое Внимание Сакцентировать У нас Реально Магия То Теймлайном Массив Анимируется В Массив Ну Это Не Нравится Слово Божественное Но Это И Божественное Вот Круто У нас Получилась Одна и Та же Анимация Двумя Способами Правда У нас Давайте Делаем Так Для Симметрии И Тут И тут JS И Потом Я Такой Кликаю Эй Суперстей JS Анимировать CSS Что Такое Что-то Они туда Анимируют От них В ту сторону Наверное Так Суперстей У меня Это JS Анимировать Я хочу Его В CSS Ага Ну я Задал OnUpdate Для того Массива По-хорошему Нужно было бы Абстрагироваться От этих Потому что CSS у меня Это данные А я им Тут OnUpdate Задаю Ну да ладно Вот Теперь Получится Паум Ну Проблема Одновременно И достоинство И проблема Тут Из-за того Что я задал Это одним Массивом Большим То теперь Сложно Будет Сделать Дилей То есть У меня Нету Группировки По сути Семантикой Разделения Какой-то Между Треугольником Треугольники Это просто Набор Этих И только Зная Это Я вот Так Вот так Рендерю Эти Треугольнички На Canvas По-хорошему В CSS У меня получилось Что каждый Треугольник Следующим Закономерным Развитием Идеи Будет Сгруппировать Это все В джаваскриптовые Объекты И анимировать Их Соответственно В цикле Но мне Хотелось Именно Показать Эту Фишечку Во-первых С гринсоком Что можно Так анимировать Что реально Вся анимация У нас Это Одна Строка Кода И Мне нравится Эта идея Когда есть Отдельно Данные Отдельно Состояние Ну В общем-то Так это Сделано Сингл-пейдж Аппликейшенах Но мне нравится Что этот подход Хорошо переносится На анимации Что вы можете Можно сказать Что-то вроде Виртуального Виртуальной Анимации То есть Мы анимируем На самом деле Массивы Просто есть Отдельно Функция Которая Это рисует Да-да Stagger Но я не знаю Будет ли он С массивом Работать Кстати Я не пробовал Но мы можем Сейчас узнать С массивами Я еще не пробовал Такого делать Но интересно Что получится Не знаю Будет ли оно Работать Вообще Не Что-то Пошло Не так Langs Undefined Там еще Один параметр Не Наверное Он не будет С массивами Работать Но это Было бы Слишком Хорошо Ну или Я где-то Натупил Можете Попробовать Ну и тем более Этот стеггер Он на самом деле Будет все равно У меня По каждой Отдельной Координате Треугольника То есть XY Потом Типа Вершина А Ну а Стеггер он Тупой Он же не понимает Что это Треугольники Будет все вместе Анимировать Тоже Тоже может быть Забавно Получится Но Не совсем То Что В CSS Анимации Вот На самом деле Прикольно Что еще Эту анимацию Можно сделать На WebGL И все Что нам Для этого Нужно Будет Добавить Еще одну Функцию Рендер На самом Деле Если хотите Мы сейчас Сделаем Это еще На WebGL Она правда Не сильно Будет отличаться От Обычного Canvas И от Всего Этого Но Тем не менее Кстати Видите Она немножко Еще размытое Все Но Такое Не по Дретину Чтобы Это Сделать По Дретину Мне Понадобилось Всего Лишь Сделать Такой Фин Душами Там 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 Множить На 2 Тут 1600 На 800 Пускай Будет 600 И И И И И И И Что еще И сам Canvas Сделать 1600 На 1200 И Вот По Идея Этого Кода Вслепую Что-то Дело Я Не Помог Видишь Ну Попробуешь Может Если у тебя Получится Покажешь Как Это Выглядит Вот Видите Он Четненько Получилось Как Под Рейтин И Кстати Видите Из-за Того Что Я Clear React Неправильно Сделал Но Это Мне Это Даже Нравится Сейчас Я Уберу Этот Clear С Этим Можно Развлечься Бам Круто Ж Это Настоящий Art Если Подобрать Какие-то Формы Как-нибудь Их По-особенному Двигать Это Вообще Круто По сути Мы Видим Сейчас Каждый Request Animation Frame Который Был То есть Request Animation Frame Визуализированный Классно Это Вот Эти Как раз 600 600 Наверное Координаты Которые Я Ввел Надо Было Не Вводить 600 600 300 Оставить Из центра Быть Бам Забавно Скажите Класс Красота Да Можете Делать Это На WebGL Чтобы Вас Не Утомлять Этими WebGL Синтаксисом У меня Есть Где-то Небольшая Шпаргалка Я Это Пробовал Делать Ничего Не пишите 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 Здорово Давно Во Фронтенде 13 Лет Братишка Да Так Вот Я Пробовал Делать Это На WebGL Чтобы Для Полной Красоты Картины Знаете Что Мы Сделали Это На Кучу Технологий Я Сейчас Покажу Как Это Выглядит На На Pixie Я Просто Объясню Этот Код Сейчас Вам Пройдемся По Нему Не Писали Его Заново Pixie Кстати Я Люблю Еще Такую Штуку Когда Меня Очень Сильно Просят Типа У вас Код Не Комментирован Я Добавляю Комментарии В Код Какой же Выбрать Shift Вот Это Неплохой Select Copy Чтобы Как-то Различать Части Кода Потому Что У нас Тут Супер Лапша Код Все По Быстричку Делаем Так Ну Не могу сказать Что я могу Прочитать Эту Надпись Но Зато Красиво Зиндад Я выбираю Рандомный Шрифт Какой-то Зависимо С того Насколько Меня Раздражают Люди Которые Просят Добавить Комментарии Туда То Я Добавляю Разные Величины Буквы Просто Так Вот Давайте Разберемся Ну Тут Есть Код Код Никаких Знаний Никакой Идеи Ничего Не Несет Это Просто Код Для Инициализации Pixi Ну И так Кстати Нужно Импортировать Pixi Import Pixi JS И Инстальнем Его Yarn Add Pixi JS Simple as Z Парам Пам Ставься Ставься Pixi Ставься Побыстрее Есть Pixi Она Себя Глобальную Штуку Импортирует Поэтому Ее Даже Никуда Не Надо И Ты Потом Можешь Использовать Pixi Буквами Писать И Ты Будешь Ссылаться На Pixi Вот Pixi Тут есть Подготовка Стандартная Для Pixi Она Похожа Чем-то На Canvas Мы Создаем Что там State Is not Defined State 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 Да То есть Мы Создаем Там Canvas Это По сути Это Такая Обертка Для Pixi Для Canvas Похожа Pixi Кстати Если Вдруг Кто Не Знал Это Такой Способ Рисовать В 2D Но С помощью WebGL То есть Если Кто Видел Как Мы Рисовали Шейдерами В прошлый раз То По сути Pixi Это Такая Супер Обертка Вокруг Всех Шейдеров Всего Этого WebGL Но Которая Делает То Самое Что Делает Обычный Canvas Старается По крайней мере Вот Это Это Инициализация Pixi 800 На 600 Resolution 2 Это значит Рейтинг Но при этом Видите 800 На 600 Я Насильно Его Уменьшаю Там В Pixi Нужно Создать Stage Нужно Инициализировать Graphics Graphics Это Способ Line To Move To Аналог Того Что Мы рисуем В Canvas По сути Внутри Этого Рендера Если Кто Уже Знает Видел Как Это В Canvas Делается То Идентичная Логика Абсолютно Видите Тот же Самый Цикл По Этим Штукам Move To Line To Line To Только Здесь По-другому Пишется Там And Fill И Потом В конце Это Все Добавляется В Какой То Слой И Рендерится На сцену По сути Вот Это И Все Рисование Pixi Ну Понятно Туториал По Pixi Можно Несколько Часов Провести Только Чтобы Нарисовать Этот Треугольничек Но Мы же Крутые Пацаны Я думаю Что Вы С Что Там Разберетесь Я Просто Добавлю Сразу В проект И По идее По идее Мы Теперь Получим Что Рендер Один Должен Отрендерить На Третий Canvas У нас На Нашей Страничке JS И Бам Это Получилось Есть JS JS Причем Это JS На WebGL Отрендеренный Но Если Мы Кликнем То Анимируются Только Первые Два И То Первый Так Как Я И Парам Пам Пам Теперь У нас Есть Три Canvas И Бам Теперь Мы Рисуем Это На WebGL Ну И Все Это Все Еще Если Кто Вдруг Сомневался Это Все Еще 60 Кадров В Секунду И Ничего Даже Не Падает Несмотря На Что Мы Рендерим Одновременно Три Ой Даже Давайте Я Все Спрячу Рендер О Ну Это же Magic Я Не Знаю Это Классно Смотрите Мы Анимировали Треугольники Тремя Способами Мы Сделали Три Способа Для Того Чтобы Заанимировать Треугольники Бам Давайте Я уменьшу Все Чтобы Картина Была Более Печатляющей Бам Ну Понятно Что Там В реальной Жизни Вам Вряд ли Понадобится Делать Это Тремя Способами Каждый Способ Уметь Свои Плюсы И Минусы В Канавасе Клиппасом Это Реально Проще Без Живоскрипта Практически Анимация Только Класс Мы Присваиваем В В В В В Вообще Своя История Это Все На самом Деле Хоть Вам Кажется Что Это 2D На самом Деле Это 3D Просто Ты Видишь Только Какую Плоскую Версию Этого 3D И Там Совершенно Свои Могут Быть Фишки Круто Что Я Круто Анимировать Треугольники Треугольники Это Вообще Очень Круто Я Как Математик Обожаю Треугольники Круто Когда У вас Есть Отдельно Данные И Отдельно То Что Их Рисует Вы Можете Рисовать Это Куда Угодно Сейчас Мы Рисуем Это В Качестве Треугольников Это Могло Быть В 3D Это Могли Быть Какие То Что Угодно Можно Было Какие-то Картинки Еще Давают Текстуры В Это Все И Маски Уф Тут Только Фантазия Может Вас Остановить От Что Можно Сделать С Помощью Такой Штуки В основе Лежит Просто Примитивная Идея Что У нас Есть Отдельно Данные И Есть Отдельно То Что Их Рендерит Ну И Пару Трюков Надеюсь Что Вы Триангул Эй Тим Ин Там На самом деле Не три треугольника Ну да ладно Эй Короче Сделаем так Send Файл Видите Там Просто У меня Стоят Проверки Линтерами И там Где-то Что Там Не Долинтил И Мы Сейчас Не Парились С Вот Такая Штука Надеюсь Вам Понравилось Это И все На сегодня Диагональ Экрана Не Знаю А 15 Дюймов Точно Зачем Я Мерю Пикселями Про Генераторы А Ну Генераторы Да Но Это По сути Ну Это Не Сложно Было Самому Написать То есть Я написал За 20 Минут Просто Есть Координаты В одной Системе Координат Ты В цикле Конвертируешь В другую Систему Координат Координат Я добавлю Просто Ссылки Потому Что Они У меня Там Я В отдельном Скрипте Сделал Специально Чтобы Эту Штуку Git Go Это Аляс Функции Аляс Запустить Vim Git Go Это Чтобы Быстро Повысить Одну Ну то есть В SVG Не так Все сложно На самом деле В SVG И тут Она описывает Откуда Видите Идет Откуда Растут ноги Так сказать У этого Попугая И вообще Ну Там Короче Очень подробно Мне нравится Когда Так Подробно Все Объясняют Даже Если Ты С похмелья С утра Ты сможешь Разобраться Какашная система Координат В этом SVG Хуки Ну да Это То из-за чего Она не Откоммитилась Это потому Что стояли Хуки На хуках Стоит Линтер Который Проверяет Что у меня Там Какашка В CSS Я уже Не удалял Это Вот Спасибо Что были Сегодня Со мной Можете Что-нибудь Поспрашивать Пару минут Повисим Чисто Для Сушелайзинга Все-таки Вы смотрели Как я Что-то писал Может у вас Какие-то вопросы Походу Еще были Как выйти Из Дим Да Это Самый Популярный Знаешь Как я решаю Эту Проблему Смотри Я справился Да Да Я всегда Причем Пытаюсь понять Это смайлик Или это Кстати У меня Где-то Есть Блин Все время Забываю Сейчас Покажу вам Самый Главный Сниппет Про Который Я Вообще Забыл Да Да Надо Поискать Ну Если Ты найдешь Смело Публику Я Ссылочку Добавлю Было бы круто Если бы получилось Аре Анимировать Таким образом Но по-хорошему По-хорошему В этой анимации Все-таки Лучше разделить Треугольники На отдельные Джоваскриптовые Объекты Чтобы было Более управляемо Да Да Была Это Популярная Статейка Да Что Как раз Украинцы Может они Просто больше Всех пользуются Вимом Не помню Было ли там Относительное Типа Сравнение По странам Может быть Для нашего Украинского Менталитета Вот это Сочетание Самое Неудобное То я что-то На Ярне Сижу На НПМ Это снова Нужно что-то Менять А Ярн Уже стоит И работает Ну и плюс Вот За что я люблю Ярн Так это За то Что если Я наберу Ярн AddPixie.js То Pixie Добавится В чертов Package.json А если я наберу НПМ Install Package.js То потом Следующий парень Будет матюкать Тебя Что ты не добавил Это в Package.json И что у тебя Зависимости Все не установлены Вот хотя бы За это можно Любить Ярн Потому что Вот это Save Dev Да пошли вы В задницу Все время Нужно Save Dev По дефолту Что потом Сидишь Клюешься Ничего не хватает Извините Наболело Ну ладно Спасибо вам Что смотрели Вы молчите Да Хорошего вам Всем дня Надеюсь Было интересно Пишите Если вам Чего-нибудь Еще хочется Посмотреть Какие-нибудь Анимации Разобрать Был запрос На Canvas Но можно И что-нибудь Еще Все Все пропало Все пропало А у нас Сегодня задержка Большая Ну View там Интересный Но он же Больше для Single Page Application Это Это Не Про Треугольники Которые Мы Анимируем О Нас Смотрели Девчонки Черт Есть Девчонки Все-таки Спасибо вам Татьяна От вас Особенно Приятно Спасибо Пацаны Что Смотрите Вот Этот Фидбэк Он Очень Прям Важен Потому Что Это Единственное На чем Работает Этот Стрим Не Донаты А Кармические Донаты Черт Наверное Комп Сильно Напрягался Сори Пацаны Блин Надеюсь Хоть в записи Все будет Окей Ладно Хорошего вам Всем дня Хорошей Недели И до встречи В следующее Воскресенье В 11 часов Пока Пока